2013 год был богатный юбилеем. Уже в начале года, в январе, свое столетие отметила известная журналистка и писательница Валентина Эльби. Долгое время она проработала редактором детского вещания на радио и телевидении. Впервые в Чувашской печати это имя появилось в середине 30-х годов. Эти картины, которые я видела в детстве, я уже постаралась, когда я сама писала, там много я включила это, писала. Всего из-под ее пера вышло более 20 книг. Одну из них даже включили в школьную программу и перевели на морейский язык. В июле в республике отмечали столетие со дня рождения чувашского композитора Филиппа Лукина. С его именем связаны наиболее яркие достижения в песенном творчестве чувашских композиторов. Всего им написано около 800 песен, 17 сборников изданы в Чубаксарах, 12 в Москве. Столетие еще одного знаменитого чувашского композитора Германа Лебедева, автора музыки государственного гимна Чувашии, отметили в республике. Музыка Лебедева прошла проверку временем. Его музыкальные творения широко известны как в нашей республике, так и далеко за ее пределами. Один из лучших мастеров чувашской песни написал около 400 песен, ряд инструментальных произведений для симфонического оркестра, 13 вокально-хореографических сюит, музыку к спектаклям драматического театра. Народной артистке СССР Вере Кузьминой исполнилось 90 лет. С 1947 года и по сей день Вера Кузьминична работает в Чувашском академическом драматическом театре. Актриса сыграла более 140 ролей. Они были самые разные – героические, комические, трагические, сатирические. Актриса продублировала на чувашский язык многие главные женские роли в известных советских фильмах прошлых лет. Работала на радио, читала много стихов чувашских поэтов. Рассказы Бориса Чиндакова однажды даже снялась в художественном фильме режиссера Белошникова «Ловкача и хипоза». Мосфильм.